В лагере «Звездочка» завершены последние приготовления к открытию первой смены. Совсем скоро здесь вновь зазвучат детские голоса и закипит интересная, наполненная различными событиями жизнь. Насколько готов лагерь к встрече юных зареченцев, оценила специальная межведомственная комиссия. Ее участники обратили особое внимание на обустройство спальных корпусов. К приезду детей наведен порядок в комнатах. Постельное белье в «Звездочке» планируется менять один раз в семь дней. На каждого ребенка приготовлено по три комплекта. Лагерь полностью обеспечен питьевой водой. Теперь она будет не только в столовой. Мы закупили бутылевую воду, сертифицированную воду и помпу. То есть в каждом корпусе мы поставим. То есть 1 июня? Они в каждом корпусе, да. Могут пользоваться. Кроме того, в «Звездочке» отремонтированы спортивные сооружения на стадионе. Натянуты новые сетки на футбольном поле и пионербольной площадке. А после активных занятий дети смогут освежиться в душе. Душевые копыты все отремонтированы, приведены в соответствии, покрашены. Холодная черда. Это вот класс душ, гель, мыло, мочалочку. Очень удобно. Хорошо. Все в рабочем состоянии. Все в рабочем состоянии. И самое главное у нас нет графика. То есть дети могут в грунт пойти и помыться. Участники межведомственной комиссии оценили и состояние столовой и кухни лагеря «Звездочка». Готовить еду для ребят будет комбинат школьного питания. Просмотрела меню. Меню соответствует всем нормам. Санпина сбалансированы. Фрукты ежедневные. Соки ежедневные. Мороженое подразумевается то, что ждут дети. В преддверии летней оздоровительной кампании закуплены все необходимые медикаменты. В круглосуточном режиме организована охрана. Установлены камеры видеонаблюдения. Проведена проверка пожарной безопасности. И отремонтированы скамейки на летней эстраде. Кроме того, котельные лагеря находятся в рабочем состоянии. Так что дети не замерзнут даже в случае резкого похолодания. Ни у одного члена межведомственной комиссии по приемке лагеря не возникло замечаний к организации летнего отдыха в «Звездочке». В дни летних каникул в загородном лагере отдохнут более тысячи школьников. В «Звездочке» будут организованы четыре тематические смены. Оздоровительные для активистов детского движения «Ёнзары», воспитанников городских творческих коллективов и спортсменов. «Звездное лето» стартует 1 июня. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».